всем добрый день в сегодняшнем сегодняшней видео инструкции я расскажу вам о настройках шаблона а вот тут автор сайт сайт файл . ком в этого автора несколько шаблонов бесплатных есть вы видите все это на экране сегодня разговор идет о шаблоне а укус давайте я его открою на сайте автора заодно вы сразу посмотрите как он выглядит видите здесь два меню сразу хочу сказать что вот это меню поддерживает вложенные уровни а это не не поддерживает может что здесь есть из картинка логотип социальные закладки ваши которые можно настроить со стороны администратора по умолчанию внутри шаблона используется плагин vp 125 этот плагин с его помощью вы можете добавить рекламные баннеры платные бесплатные как хотите ну и соответственно для своих читателей можете создать страницу где напишите несколько слов о том сколько стоимость допустим размещения рекламных баннеров на вашем сайте далее здесь никаких слайдеров нет идет анонс публикации лента записи указывается ну вот страница рекламная идет анонс идет миниатюра привязка к рубрикам количество комментариев переход на просмотр одиночной записи как видите здесь есть еще закладки когда читатель может поделиться в своих социальных сетях с этой публикации есть вот такая секция related posts вот но ее надо настраивать частности я например шаблоне честно говоря не но не нашел возможно это связано с настройками плагина я еще для и форма комментария внизу есть в подвале еще судьба не можно вывести два виджета один по умолчанию стоит популярные записи и 2 которые вы можете добавить вот в принципе и все шаблон я перевел на русский вот его перевод вы видите его на ломан на моем локальном сервере перевел я всего здесь еще шаблон поддерживает скрипт куфон с помощью которого добавляются оригинальные шрифты в частности для отображения тега h1 h2 и h3 я в своем видео расскажу как можно изменить шрифт для вот этих заголовков частности я использовал шрифт по моему сейчас не скажу чуть позже скажу пришлось перевести здесь изменить несколько картинок которые в автор использовал текст в картинках в данном случае search я изменил на слово поиск еще есть картинка в комментариях тоже заменил вот слово ответить вот принципе и все еще какая-то было а и вот картинка присоединяется ну примерно так это выглядит значит как его настроить после его установки активации в разделе темы внешний у вас появляется страница настроек all tools option я ее не приводил она небольшая сейчас я в видео вам об этом расскажу какие там настройки есть и как их правильно сделать хочу сразу обратить внимание сейчас я нахожусь на главной странице консоли администратора просто для того чтобы вам показать что сейчас этот шаблон стоит на последней версии wordpress 3.4 и скажем так чудесно работает и так возвращаемся к настройкам после активации как я уже сказал у вас появится страница настроек называется на all tools option вы увидите внизу меню консоли открываем эту страницу и смотрим что здесь есть здесь есть несколько секций настроек буквально их тут 45 ну давайте кратко пройдемся по ним основные настройки касаются добавления логотипа то есть без логотипа заголовка не будет будет только короткое описание поэтому если вы хотите точнее вам необходимо будет создать свой логотип положить его потом в папку шаблона в ней есть папка для картинок так и называется images и вот в ней лежит логотип автора ваша задача с таким же размером который здесь указан двести восемьдесят восемь на пятьдесят девять точек вы создаете свою картинку логотип положите ее вместо файла автора и больше ничего не меняете а здесь вам просто нужно будет прописать путь полностью там где это лежит ну по умолчанию это будет выглядеть так http потом ваш сайт папка vp-контент папка темс папка название шаблона autos папка images и название файла logo . формат png после этого он появится вот здесь когда вы его здесь добавите нажмите кнопку save change он у вас предварительном просмотре здесь будет видеть альтернативный текст для логотипа вы можете написать допустим название своего сайта сохраняете открываете главное и теперь при наведении здесь будет всплывать текст а нет это просто альтернативный текст он будет виден на странице сайта в HTML коде далее секция вы можете включить или не включать рекламные баннеры в сайт баре если вы их включаете забыл сказать я уже принципе вначале сказал автор в этом шаблоне использует два плагина и код этих плагинов добавлен файлы шаблона первый плагин это vp-125 после его активации у вас появится страница настроек рекламных баннеров маленьких о нем я расскажу чуть позже но если вы его хотите использовать соответственно вы здесь должны выбрать yes далее если вы планируете в дальнейшем это рекламное место продавать то я вам советую создать текстовую статичную страницу рекламную ее можно добавить меню потом и соответственно добавить ссылку на эту страницу точнее не ссылка вот здесь об секции выбрать выбранную созданную эту страницу и привязать ее и потом у вас ссылка как разместить рекламу будет вести именно на эту страницу но я для примера просто привязал страницу пример страниц далее здесь автор предлагает на выбор использовать скрипт куфон если вы его выбираете то у вас изменятся заголовки они будут отображаться заголовки записей вот эти и еще в комментариях там значит если вы хотите его включить то соответственно включаете я изменил там код отображения скрипта положил код скрипта сейчас я скажу какой сейчас я его отключил вы увидите как заголовок немного изменится вот он такой по умолчанию значит где лежат скрипты скрипты лежат в папке gs в частности авторский скрипт был century gothic я положил на пробу лига gothic и полотина линотип сейчас подключен именно последний как он подключен я вам сейчас показываю файл хидр открываете и файл хидр здесь есть на 16 строке подключение скрипта этого шрифта то есть вы можете сами создать оригинальный шрифт скрипта куфон и здесь его подключить как создавать оригинальные шрифты скрипты шрифтов я писал об этом подробно у меня есть две больших статьи на эту тему на одном из моих сайтов каталогов сейчас я вам покажу где так сейчас быстренько я его найду вы можете зайти на мой сайт bestwordpress.orgua сейчас найду так что он ищет как не надо здесь с помощью плагина я рассказывал так сейчас здесь же я о плагине рассказывал и в нем я рассказывал как создается сам скрипт есть специальный сайт для этого советую вам прочесть именно вот эту статью плагин в п куфон здесь и 22 два обзора есть больших я в них обоих рассказывал об этом ну вот разделе сейчас я найду где это было ну вот как раз в этой статье идет рассказ настроек именно как создать именно шрифт скрипт шрифта и потом его положить в эту папку и соответственно изменить ссылку сложите сюда в эту папку скрипт шрифта и потом файли хидр здесь меняете и у вас соответственно будет отображаться код работы скрипта вот он написан то есть здесь вот мы видим что как раз это касается отображения тегов h1 h2 и h3 так возвращаемся к настройкам по первой секции вам понятно переходим к следующим здесь у нас секция настроек социальных наших сетей отображается вот здесь вот четыре кнопки twitter тут же можно сразу настроить отображение ваших твитов в сайт баре то есть вы можете по умолчанию будет в один выводиться но вы можете поставить два три четыре или больше я поставил четыре и написал свой аккаунт твиттера показывать последние твиты да нет если выбираете да указываете сколько твитов выводить затем указываете ссылку на ваш на вашу страницу фейсбук и если у вас есть на linkedin хотя редко я знаю у у нас им пользуются но если пользуетесь то здесь указываете полную ссылку на linkedin тогда здесь появится и значок так как у меня ссылка не прописана соответственно значка не видно здесь у нас настройка страницы контакт в этом шаблоне есть шаблон страницы контакт где посетитель может написать письмо если вы хотите вы создаете эту страницу как я расскажу сейчас чуть позже и и затем добавляете здесь необходимый текст обращения допустим к вашим читателям что можно написать письмо и так далее здесь указываете контакт на имейл то есть тут имейл на который вы хотите получить вашу письмо ваших читателей не обязательно что это email администратора может быть другой после этого заходим сюда и смотрим здесь вот у нас текст будет какой-то предварительный предварять это письмо далее человек указывает свое имя и маял и пишет текст письма и нажимает кнопку так с этим тоже понятно идем дальше подвал показывать популярные записи да нет имеется в виду вот эта секция популярных записей вот она здесь выводится вот если да ну что она будет выводиться если нет она будет отключена соответственно в сайт баре подвале вы можете добавить тогда три секции ну и здесь вы пишете еще копирайт внизу то есть вот здесь вот будет текст всплывать тот который вы добавите вот здесь в этом окне и последние три окна это настройка сила мета данных здесь вы можете добавить ключевые слова короткое описание своего сайта и здесь вставить код счетчика google аналитик или яндекс метрику ну-ка мой совет здесь можно ключевые слова не ставить я бы для этого использовал плодина он all in one seo pack или platinum seo они я тоже уже рассказывал не раз поищите ну не только у меня вот в принципе все настройки теперь несколько слов о странице как создать страницу контакт заходите заходите в меню страниц нажимаете добавить новую пишите заголовок контакт а в шаблонах здесь выбираете один единственный шаблон есть контакт и нажимаете кнопку опубликовать так у вас появится страница контакта в меню меню я уже говорил что здесь два произвольных меню как создавать меню надеюсь вы знаете добавляете новое меню можете назвать их как угодно я назвал здесь для примера меню рубрик меню страниц частности праймари меню вы видите да у меня стоит меню страниц праймари меню расположена вот здесь слева а второе меню справа вот здесь повторяю вот это меню не поддерживает вложенные уровни поэтому здесь вам нужно думать это меню слева поддерживает создаете меню свое соответственно здесь вы можете сделать вложенные страницы то есть отображаются они вот таким вот образом ну и рубрики понятно здесь то есть вы можете конечно поменять как вам удобней вот список рубрик список страниц это уже на ваше усмотрение так теперь пару слов о плагинах первый плагин о котором я сказал обязательно это плагин рекламных баннеров размером 125 на 125 после его активации у вас появится в заседсе cc здесь есть буквально три странички настроек то есть сначала заходите в настройки здесь как видите плагин переведен на русский поэтому я думаю что вы разберетесь с его работой ориентация рекламы желательно использовать два столбца количество слотов рекламы ну насколько я знаю там больше шести не стоит делать я вот для умолчал молча сейчас поставил два как вариант порядок рекламы нормальные случайном порядке то есть если вы выберете режим нормальный то у вас ваши слоты будут отображаться в том порядке как вы их добавили случайном соответственно каждый раз это может меняться местами заглавия виджета но у меня допустим здесь заглавия нет потому что он уже встроен автором страница цен на рекламу здесь вы можете поставить ссылку ну то что я говорил вот здесь вот но она у вас добавляется через шаблон стандартный стиль не знаю что это означает пробуйте стандартный стиль а ведь и вот включение стандартного ставит их некорректно поэтому не используете его используете стиль который видимо встроен автором его шаблон пусть будет вот так так здесь указываете если у вас срочная реклама то есть кто-то разместил на месяц чтобы она допустим оповестила клиента о том что заканчивается срок размещения здесь указываете email что там срок из размещения истекает и письмо накануне срока вам на ящик придет что истекает срок размещения такой-то рекламы ну а здесь указываете стандартную изображение которое будет пустым в данном случае по умолчанию выводится вот эта картиночка вот на нее и путь здесь вы можете ее поменять вставить свою потом сохраняете настройки как добавляется слот и сейчас буквально пару слов добавить редактировать здесь пишите имя слота ну допустим вы хотите разместить рекламу благуна пишите благу указываете слот затем указываете куда ведет ссылка ну там допустим с вашим с вашей партнерским там номером как он там выглядит я не знаю время жизни удалю самостоятельно к примеру если вы свой там свою партнерку размещать вот а здесь вот вы должны указать полный путь картинки вашего благуна 125 на 125 . опять же если лежит у вас в папке images здесь по умолчанию автор положил свой баннер вот такой вы можете тоже положить сюда баннер и потом полностью прописать здесь путь к этой папке куда ведет к картинке потом нажимаете сохранить вот потом нажимаете сохранить перегружаете страницу вот и у вас появится ссылка на баннер благуна или какой-либо другой партнерской программы вашей с которой вы работали или кто-то к вам обратиться даст свой соответственно вы его положите и потом пропишите путь вот что здесь потом видно видно количество кликов здесь видите дата начала окончания название слота ну так далее ну а плагине я долго рассказывать не буду значит второй плагин ну честно говоря я посмотрел внимательно все что этот плагин делает это в бюджете точнее этот плагин у нас по умолчанию здесь выводится если вы его добавите в сайт баре будет вот то же самое он не переведет переводить я его не планируете что этот один конец тут так и будет выглядеть больше здесь ничего интересного нет поэтому хотите используйте хотите нет это уже как бы ваша ваше пожелание на странице виджеты вы видите сайт бар которая справа и футер который в подвале здесь вы можете добавить любые динамичные виджеты на странице виджеты в разделе внешний вот в принципе и все что я хотел рассказать об этом шаблоне в ближайшие дни я буду переводить скорее всего все эти шаблоны авторские я так предполагаю что настройки каждого шаблона плюс-минус должны быть похожи если будут одинаковые то я это видео буду предлагать всем и тем кто будет скачивать другие шаблоны если же настройки будут отличаться то соответственно для каждого шаблона я запишу отдельную видео инструкцию в которой расскажу о настройках конкретного шаблона на этом я хочу закончить всем спасибо за внимание будут вопросы пишите в комментариях к этому обзору всем удачи